добрый день уважаемые дамы и господа с вами константин белый я отвечаю на ваши вопросы заданные на форуме и в данном блоке я немножко остановлюсь на настоях трав очень часто люди почему именно на настоях трав потому что часто люди берут для того чтобы делать ингаляции ароматизации они берут просто масла и очень часто как говорится забывают о дозировке этих маслов и масел или бывает такое что эти масла бывают синтетической основы которые в бане реально не должны быть применяться потому что они при высоких температурах они могут разлагаться тем более что мы реально чаще всего делаем поддачу в парогенератор а там все-таки температура очень высокие ароматизаторы это отдушки они применяются при температурах ну никак не выше 40 градусов поэтому вы должны это знать и поэтому мы вам рекомендуем чтобы не ошибиться что если вы не уверены что эти масла являются натуральными то просто-напросто возьмите травы сделайте настой трав или отвар трав и вот настой трав которые продаются в аптеках чаще всего натуральные потому что они там наста настают им именно на тех травах которые должны быть что написано в составе вот настой трав аптечные можете применять не бойтесь того что там спирт при температуре которая находится в этом выше вы же эти тра травы будете капать в шайку с вениками обычно там температура 40 60 градусов в этом промежутке и накапав туда спирт тут же улетучивается а масла трав в или там эфиры они впитываются в веник или находятся в растворе и этот раствор можно как обмывать человека так и поддавать на на каменку или там в парогенератор поэтому настой трав можно использовать если вы кажется но не хотите заниматься отварами отвар конечно требует время требует посуду определенную и не всегда человек вспомнит вовремя поэтому настой трав можно иметь параллельно с травами пускай они будут будут стоять как запасной вариант ну по каким-то причинам не успели потому что сейчас баня готовится считанные минуты я с затопил свою казачку через 30 максимум 40 минут я уже в бане поэтому конечно за это время у меня трава настояться бывает не успеет если я забыл вовремя ее заварить я в таких случаях применяю настой трав ну чаще прополиса поэтому и вам рекомендую применяйте не гонитесь за за там дорогими маслами потому что и дорогие масла бывают с синтетической основой потому что на вам нужно четко знать у кого вы берете возьмите просто аптечные настои трав и применяйте их так что вот такой вам совет который я думаю поможет вам избавиться там от простудных заболеваний может быть даже для для пользы там для кожи настоите той же полыни настои настой пижмы они очень благотворно влияют на кожный покров поэтому применяйте настои непонятно что спрашивайте мы готовы открыты диалогу всем доброго